всем привет с вами швейный блокнот наступил сезон отпусков все мы к ним готовимся к отпускам и конечно же для женщин важно чтобы не был красивый купальник свой купальник я приобрела еще до пандемии вот такой яркой расцветки и я когда его покупал уже понимал что я обязательно буду вносить в него изменения потому что полностью светлый купальник мне не нужен пока я размышляла думал как и чем я нашла леопардовый принт синтетические кусочки у себя и решила что буду вносить изменения в купальник вот этим леопардовым принтом то что уже приступим первое что нужно сделать нужно определить как вы хотите изменить эту чашечку виды изменить я для себя нашла несколько интересных идей и сейчас я вам это буду показать первое что я сделаю я нанесу те линии которые по которым я буду пришивать леопардовый принт я беру линейку она два сантиметра шириной и намечаю новую линию чтобы долго не отмерять вот таким образом складываясь уравниваю край линейки с обработанным краем купальника и намечаю линию от которой я буду отталкиваться это будет основная линия который я буду пришивать леопардовый принт дальше еще у меня вот этой линии пойдет вот это линия по которой пришита косточка относительно нее я буду вот прям в эту линию пришивать свой принт и вот что у вас должно получиться вот это мои изменения в чашечку вот насчет этой детали я еще не решила буду я не буду но план есть тоже что я сюда тоже внесу что-то чтобы у меня все соединилось далее я вставляю нитку в иголку завязываю узелок и про метаю стежками зафиксирую вот эту ткань потому что я буду вырезать этот неоновый цвет из середины я проложила все ниточки чтобы я могла теперь вырезать отсюда эту лишнюю ткань там просто такой же паралон поэтому этот слой будет совершенно лишний совершенно точно и я не хочу чтобы мой купальник сох очень долго посмотрите как интересно здесь даже за время лежания этого бюстгальтера все замялось но ничего все отойдет буду накалывать вот так что я делаю в начале я ориентируюсь от своей центральной точки так как у меня здесь будут закрытые припуски я делаю чтобы заходила на сантиметр где-то вот так здесь у меня все должно ложится идеально ровно и гладко поэтому я просто прикалываю и все вот дальше зафиксирую отлично с этой стороны зафиксировал теперь я зафиксирую ну да вот с этой стороны это все во внутрь подогнется по этой линии чего и теперь самое главное но значит смотрите так как я на этой чашечке уже сделала да все поэтому здесь я просто вам покажу что я вот от середины к центру чашечки веду эту ткань смотрите вот в этом месте у меня была вытачка если вам это удобно что она в этом месте значит видите от этого места сделаете вытачку вот накалываете теперь с другой стороны все на самом деле совсем просто вы накалываете с другой стороны до того места где вы будете делать вот такую вытачку то есть вот это вся лишняя ткань она превращается сейчас в мягкую такую складку вы вот так берете ее соединяете и у вас получается искусственно вытачка которую вы можете сметать на руках можете сточать на машинке можете красиво решить сделать что-то с бисером вот посмотрите вот так это вверх вот так я также здесь сделала отрезала под сантиметр и дальше вырезала вот так обрезала вот по косточке ткань по всей нижней части чашечки но здесь я сейчас так уже не буду делать то что я могу промахнуться я сейчас откорю оба кусочка это называется макетный способ он очень удобен никогда не промахнетесь я буду стачивать этот шов на машинке вот сейчас я с изнанке обозначу вам маркером конец моей вытачки чтобы я точно знала вот смотрите мне значит вот эта верхняя линия здесь не очень нравится расцветка и такая же у меня здесь то есть вот я практически делаю одинаковыми по цветовой даме сейчас я все это немножко разложу и вырежу меня вышло это две детали которые я макетным образом наложил и и вывела вот такую вытачку сейчас я должна буду соединить вытачку и пристрочить ее на машинке вот у меня такая вытачка я складываю и начинаю ее скалывать вот так получится у меня вытачку я отметила аккуратно место окончания мои вытачки все правильно вот она все мне надо прострочить прострочила вытачку отрезала и до пяти миллиметров прикалывать я начинаю с верхнего края опять же начинаю с верхнего края вот здесь у меня должно быть все очень аккуратно не видно припусков этим самым я значит вот к этой линии вот так подвожу и прикалываю и дальше я прикалываю закрываю эту линию которую я нарисовала чтобы ее не было видно и повторяю конфигурацию этой линии очень тщательно и у меня остается только нижняя линия где проходит вытачка и тоже надо делать все аккуратно и вот что у меня получается смотрите а вот здесь у меня топорщица я забыла подтянуть надо убрать да надо немножко начинуть это никак не меняет этот рикотаж очень эластичный просто вы искусственно уберете уберете этот пупырь и все и здесь тоже видите ну вот у меня получился такие очень красивые чашечки смотрите какие мне удалось купить ниточки вообще тон в тон вот значит я вставляю ниточку в один слой завязываю узелок и прячу узелок под леопардовым принтом там где я начну шить начну я шить и вот с этой стороны потому что я ту сторону шила наоборот и было не очень удобно здесь я вот так этот узел потом уберется главное мне сейчас подхватить угол чтобы он был четко выражен у меня и ни капельки не заваливался я люблю четко выраженные углы вот булавочки они будут конечно цепляться за ниточки но ничего страшного сейчас я пойму в какую сторону не выводить нитку чтобы не цеплялась за булавки вот я вы зацепил уголок сейчас я его зафиксирую здесь и еще один раз я его тоже захвачу чтобы он был стабильный вот и дальше будем подшивать по тайными стежками стежки я делаю 3 миллиметра длину вот и все вот так ткань и разровняю и все будет очень достойно выглядит смотрите как конце я вам покажу как в общем будет выглядеть верхнюю часть бюстгальтер когда я подошли обе чашечки я обязательно покажу финал и на этом пока я остановлюсь на чашечках я решила что у меня очень много мало ткани а так как на трусики пойдет большая часть моей ткани я хочу чтобы не хватило иначе я сейчас могу переусердствовать и мне не хватит ткани я делаю узелок туда-сюда вожу специально чтобы не на углу заканчивать не люблю заканчивать на углу обязательно убирайте свои узелки после так как вы затяните узелок обязательно надо ниточку в ткани уводить чтобы этот узелок не выскочил нечаянно вот так как я сделала и слегка поднатянул ниточку все вот так у меня получается замечательно все пришита смотрите очень симпатично смотрится и и здорово все верхняя часть купальника готова я очень довольна у меня все получилось очень здорово все очень аккуратно ткани друг другу подходят большое спасибо за просмотр я желаю чтобы у вас все получалось смотрите мою вторую часть о том как я изменю нижнюю часть купальника